Девушки отдыхают В разрешении любого спора, типичного для Руси 12 века и тогдашней раздробленности К обычным палочкам, штапикам мы прикрепляем пену, мягкие элементы, закрепляем их таким образом, чтобы ни при каких обстоятельствах травм не нанести Луки из чего? Это Новгород-Северский князь сделал из труб, как вы видите, полипропиленовых, но в общем довольно удачная конструкция Кстати, про умеренную плату. Об игровых финансах расскажут в средневековой лавке Рязани – это наши монеты. Это обычные 10-копеечные или 50-копеечные монеты, вот так вот согнутые Рязаны – это так назывались арабские дерхемы, которые из-за того, что они были слишком большие, их резали Монеты на Руси стали отливать достаточно поздно. Монеты приходили за рубежа Все это – пример того, из чего и состоит детский православный исторический палаточный слет под названием Владимирская Русь. Он уже третий такой по счету. Каждый год ребята, которые собираются здесь, живут сообразно событиям той или иной эпохи из истории Руси. Заранее полагается учить историю, культуру, народные промыслы и шить игровой костюм. И так готовится к погружению в эту среду. Кто-то из детей занимается чуть ли не весь год, предшествующий заезду в лес под Мценском в лагерь в окрестностях монастыря Святого Кукши. Ежели интерес кого-то из участников к теме не настолько велик, то таким детям достаточно будет уроков на месте. Уроки эти, перемешанные с командными играми, не прекращаются, как кажется, никогда. Есть мастерские по рукоделию, изобразительному искусству, народным ремеслам, играм и танцам. И в лагере с общим названием Владимирская Русь в четырех локациях с названиями городов живут неделю не дети, а бояре, ремесленники, казначеи, дружинники, воеводы, охотники, землепашцы, лекари и так далее. В общем, вот почему здешняя молодежь от 10 до 14 лет числом с полсотни лучше всякого знает слово о полку Игореве и историю, например, русской междоусобицы. Для нее, для междоусобицы и эти мечи, изготовленные в Новгороде. Пусть и не княжье это дело, но у князя Андрея мечи получаются на славу. Вот сам в мастерских и командует. Представляется несколько видов мечей, обычный меч, меч ратника, стоит 2 копейки. Дальше меч у нас идет с наконечником из дамаска стали, далее у нас меч воеводы из булатной стали, он стоит у нас уже 4 копейки и княжеский меч хромированный, нержавеющий, стоит у нас одну векшу. Так, но неужели не приходилось ни одного кладенца делать? Нет, такого еще заказа не было, не поступало, но интересно, мы рассмотрим этот вариант, да. Чтобы междоусобица была как надо, полагается еще шлем и щит. Щиты готовятся на всех в другом лагере, в игровой Рязани. Первый мы его сделали, дальше они идут в Владимир, там идет покраска щитов в два раза, первый там и наносится герб. Пошли к соседям красить, пока все княжества дружат, до специального игрового сигнала, который последует по расписанию. Вот и ведут княжества, торговлю друг с другом и даже совместные стартапы. У нас у города Владимира бордовое поле основное, здесь белый и золотой лев с крестом в короне. Вот девчонки решили еще клубничку сделать. Это князь Николай. Задитель может подумать, что в миру неигровой Николай художник, мастер по изображению львов и прочей геральдической всячины. Но нет, он вынаслужащий. И вот как проводят отпуск с женой и двумя детьми. Те, кстати, пока папа занят другими пацанами, устроили рядом ресталище. Даже в 12 веке Николай не изменяет присяги и, объединив под своим началом этих славных воинов, делает все заради Родины, пусть и средневековой. Впрочем, бардак на Родине тогда стоял страшный. И вот попытка в игровой манере ту историю повторить. Мы же наконец покажем, зачем были нужны все те мечи, щиты и стрелы. Но не станем комментировать злую сечу, в которой князья то объединяются, чтобы штурмовать крепость, то ссорятся, облегчая осажденным задачу. Взамен же дадим мы справку. Этот образовательно-патриотический игровой слеп придумал Глеб Скачков, молодой архитектор, который сам когда-то в Брянске так проводил время в скаутском лагере. Я заимствовал идею, да. Она пришла к нам вообще из зарубежья, из русского разведчества. Это структура, которая была создана 100 лет назад, до революции. И она проживала в эмиграции после революции и вернулась к нам в 91-м году. Глеб приехал в отдел учиться и привез с собой идею. Помогла ему церковь. Сначала он получил помещение в воскресной школе, потом его сотоварищей принял в гостях монастырь Святого Кукши. И вот пришло время рекламировать этот лагерь, чтобы у его устроителей появились новые друзья и помощники. И чтобы пресловутая раздробленность и междоусобица остались в прошлом. А было отныне только сплочение и выручка у всех, кто нынче воюет за молодежь. Победа за нами! Крепость сюда! Сергей Быковский, Павел Джамабаев, телеканал Первый областной. Сергей Быковский, Павел Джамабаев, Триkiи 괜찮아. Продолжение следует...